всем привет я желаю вам хорошего настроения отличного дня сегодня у нас мотивация на готовку и на уборку день у меня сегодня не простой насыщенный на кухне предстоит провести много времени и забегая немного вперед скажу что в результате получится приготовить очень много всего а также еще нужно сделать уборку параллельно знаете в процессе пока я готовлю я обычно отрываюсь и делаю какую-то уборку ну такую знаете легкую влажную уборку вот пока я здесь кстати здесь что-то у меня закипает там что-то готовится я в этот момент бегаю в гостиную в прихожую в спальню то есть вытираю пыль навожу какой-то такой знаете ну легкий такой порядочек в общем в общем делаю небольшую такую уборочку сегодня по плану мне приготовить борщ также сделать пюре но пюре это конкретно нам сюда домой дома маме мне нужно приготовить просто отварную картофель она просила также еще сделать компот сделать салат напечь булочек так как езжу к маме то нужно возить еды с расчетом на весь день потому что езжу один раз в день вот и получается что как раз таки борщ салат булочки компот картофель что-нибудь еще там не знаю положу это все на день не знаю много или мало ну как бы вот так я бы конечно не ела все это но все по-разному да не ела в том плане что для меня это прям очень много если честно тоже спрашивали мне в комментариях вообще что я ем я очень мало ем и знают многие что я не ем мясо давно уже не ем чем я его заменяю тоже спрашивали я как бы знаете не заморачиваюсь по этому поводу я ем все остальные продукты я ем рыбу ем молочку но знаете молочку я не люблю меня нет такого чтобы просто взять влить себе стакан молока или кефира и выпить я просто не люблю в таком скажем исполнение молочные продукты я могу иногда очень-очень изредка съесть какой-то йогурт что какой-то творожок но это прям очень редко не потому что я как-то нельзя мне это есть или что-то просто я не люблю я люблю какую-то легкую такую еду прям очень легкую быструю без заморочек для меня например одного-двух яиц будет вполне достаточно это и на обед и на завтрак то есть как бы очень много но я не завтракаю как правило я начинаю есть где-то только с обеда утром я вообще как бы не приемлю мне просто не лезет еда я не могу кстати здесь в процессе вы уже видите я отрываюсь но я не полностью снимала как я отрываюсь на уборку потому что бегать с камерой тоже не очень удобно но вернемся да уже начала говорить про еду что касается выпечки вот булочек да сегодня кстати это не булочки а это плюшки все таки потому что они такие сахарные со сливочным маслом что касается выпечки я ем выпечку но в небольших количествах больше всего конечно я люблю десерты это какие-то тортики пирожные но опять-таки без фанатизма могу съесть кусочек и все насчет выпечки ем но тоже немного то есть я вообще в принципе ем немного знаете я вот очень люблю блины и причем не тонкие блинчики до которые можно фаршировать и заворачивать с разными начинками а именно толстые такие блины добротные как правило дрожжевые и мне очень нравятся блины которые готовят моя свекровь я не знаю наверное самые вкусные блины которые я ела реально потому что вот я готовлю блины и я могу я конечно ем свои блины но не в таком количестве как вот у нее у нее прям не знаю не такие вкусные ну от души просто приготовленные и как правило выходной мы приезжаем к родителям мужик свекрови и она всегда меня балует блинами потому что у них как бы особо ну не знаю мне кажется никто не любит блины так как я я их одна и уплетаю кстати готовлю борщ и уже из который раз использую заправку готова то есть тот вариант который я делала в заготовку прошлом летом баночки улетают просто на ура не знаю заправка бесподобная если кто-то не пробовал не готовил ни разу заправку для борща посмотрите у меня на канале мастер своего дела рецепт простой заготовки получаются просто отличными вот всю зиму я по баночке достаю до из подвала и готовлю кстати вот видите позади меня там баночка стоит ждет своего открытия и вот этой баночки мне хватает на две кастрюльки борща ну видите кастрюльки то какие большие то есть как бы это такая пятилитровая кастрюля и вот по такой кастрюле я готовлю как правило супы борщи но это с расчетом наверное все таки на четверых потому что я не ем этот борщ и не ем потому что там мясо и мясное я не ем что-то отдельное себе я не готовлю это очень редко случается например вот сегодня я готовлю картофель его я и буду есть то есть сделаю просто овощной салатик и все этим ограничусь когда я готовлю что-то рыбное я ем а когда я готовлю что-то мясное то не ем и знаете как-то но меня это особо в принципе не беспокоит потому что я не заморачиваюсь по поводу еды относительно себя у меня вообще не возникает проблем что есть я не заморачиваюсь даже не задумываюсь никогда ох а что же я буду есть что же мне приготовить нет я готовлю на всех все сыты довольны а я как-то не знаю нахожу всегда вариант что мне перекусить если я захочу и кстати вот с этой заправкой борщик получается более с насыщенным вкусом и цвет у него хороший но если прям нужно совсем яркий яркий цвет то наверное все таки надо побольше добавлять чем пол баночки ну я пол баночки добавляю и мне кажется нормально то есть он прям не до фанатизма такой ярко бордовый нет он слегка слегка такое красновато бордовый скажем так салат сегодня решила приготовить капусты уже в который раз готовлю кстати в разном исполнении ингредиенты чередую что-то меняю чем-то дополняю что-то убираю салат с капустой вообще получается очень вкусным и вместо привычного оливье под надоевшего вот именно такой вариант самый то объясню что именно я убираю что дополняю иногда добавляю лук иногда его полностью исключаю добавляю яйца сегодня ни того ни другого в составе нет сегодня в составе моего салатика капуста отварное мясо зеленый горошек и отварной картофель но картофель можно использовать и запеченный можно быстренько в микроволновке его приготовить я картошечку сегодня запекала в духовке но такую не очищенную мне кажется вот в мундире она самая то сохраняется свои полезные вкусовые качества вот такую картошечку сегодня добавлял салат и заправляю такой салатик майонезом лучше всего конечно домашним но подойдет и обычный покупной очень вкусный салат сама не ем понимаете потому что там мясо но мои домочаться просто в восторге есть им очень нравится ничего там до лишнего нет простые доступные продукты но салат очень вкусный иногда знаете когда делаю такие подобные салаты прежде чем добавить мясо и все ингредиенты в чашу смешиваю и себе отсыпаю отдельно уже заправляю отдельно майонезом майонез я ем день ем только мясо по поводу выпечки конечно заморачиваюсь обычно очень сильно потому что ну у меня бабушка любит выпечку мама без булочек и не знаю не представляет наверное своего дня поэтому я вот что-то стараюсь чтобы не повторяться чтобы им все это не надоедало сегодня я решила испечь плюшки сахарные вот они получились мягкими таким пушистыми ну просто класс плюшку я одну уже съела когда готовила как только вот первая порция у меня приготовилась духовке вот они просто бесподобные я тоже очень люблю сразу вот когда выпечка готова вытащить и съесть вот это конечно прям настоящий кайф свежеприготовленная еда выпечка особенно это супер тесто дрожжевое обязательно и знаете еще такой секрет чтобы тесто было мягким пушистым вообще в принципе дрожжевое тесто нужно добавлять немного уксуса ну конкретно конечно пропорции я вам сейчас не скажу потому что замес тесто бывает разный из разных ингредиентов но хотя бы чайную ложечку где-то примерно на килограмм муки ну грамм на 800 вот так вот рассчитываете то есть это вполне нормально если конечно муки больше что лучше уксуса побольше добавить чуть-чуть и получается любая выпечка это может быть кстати даже куличи куличи пирожки то есть вот разные варианты булочки какие-то они нежные воздушные вот просто как пушинка внутри и при этом они получаются такими румяными соответственно снаружи вот этот вариант плюшек я видите сначала промазываю тесто сливочным маслом затем присыпаю сахаром все это соединяю и потом уже разрезаю сахар когда присыпаете тесто вот эти булочки не получаются более сладкими разумеется в составе тесто мне также присутствует сахар но еще сахар я добавляю это получается уже как бы слой начинки не вот такие они классные получаются бесподобные да конечно все это не просто готовить в больших объемах ежедневно на семью ну как в данном случае да вот нас на пять человек это сложно но некоторые готовят и на большее количество человек и как бы тоже ничего ко всему скажу так привыкаешь все мои дорогие вот такая сегодня нас мотивация получилась я желаю вам всем отличного настроения радуйте себя своих близких сейчас увидите что у меня получилось какие булочки скоро увидимся всем пока пока